Добрый день, коллеги. Во-первых, хочется поблагодарить от лица властей в области за выбор нашей площадки, организаторов этого мероприятия. Хочется верить, что это сделано не случайно и надеяться, что это будет в дальнейшем традицией. Тема моего доклада – вопросы внедрения свободного программного обеспечения в органы власти всех уровней. Связано, это, наверное, нашумевшая сейчас у всех на слуху, тема импортозамещения. Значит, что, собственно, мешает, на наш взгляд, внедрению свободного ПО в органы власти. Но самая главная проблема, ни для кого не секретно, сегодня стоит в том, что программное обеспечение пропоритарное очень широко и глубоко внедряется, точнее, внедрено уже в органах власти, и на сегодняшний день только-только начинаются попытки внедрения свободного программного обеспечения. В этом аспекте хочется отметить, что даже сами разработчики от свободного ПО говорят, что задача миграции существующих, развернутых уже информационных ресурсов с платформы той же самой Microsoft на платформу Linux'овую достаточно сложная, кропотливая, трудоемкая, и не всегда с первого раза это получается, трудозатратная. Хотя решения такие уже есть. Здесь хочется отметить, что здесь есть как проблемы внутреннего характера, которые зависят, скажем так, больше субъективные внутри органов власти, скажем, региональных, либо муниципальных, либо федеральных, и которые могут решиться на уровне власти с привлечением либо самостоятельно, либо с привлечением вас как специалистов-разработчиков. Но одновременно хочу обратить внимание, что существуют для нас, в частности, и внешние проблемы, которые мы решить как региональный уровень власти не в состоянии. Что я имею в виду? То есть не скажу, что все, но большинство на сегодняшний день развернутых федеральных информационных систем, автоматизированных, либо информационных ресурсов именно федерального уровня, построены на, коммерческом ПО, и требуют от клиентов, а мы являемся клиентами данных систем, требуют от нас, как от клиентов, использования интерфейсов, программ, которые совместимы с этими информационными системами. К сожалению, вот этот момент мы обойти не можем. Вот яркий пример этому, не знаю, знакомый вам или нет, 44-й федеральный закон, но наверняка все о нем слышали, если не участники, то, по крайней мере, слышали. Вот существует ГИС, государственная информационная система, как госзакупки, да, гофру, которая, собственно, нам, как заказчику, разрешает обращаться к ее ресурсам, только используя браузер интернет-эксплореров, версии 10, либо выше. То есть ни один другой интернет-браузер, разработанный, так сказать, мировым сообществом, либо у нас, не работает. Вот это, к сожалению, та часть айсберга подводной, которую мы поменять не можем. Это в плане использования свободного ПО на своих рабочих местах. С этой же точки зрения хочется остановиться на чем? Что, используя разношерстный софт на своих рабочих местах, мы столкнулись с проблемой совместимости документов, разработанных в разных офисных программных продуктах. Причем, что характерно, если со стороны свободного ПО проблем чаще всего не возникает, то есть если документ создан, неважно на какой операционной платформе, будь то Mac, будь то Windows или Linux, на СПО данный документ отрабатывается корректно, без проблем, и у пользователей, собственно, не вызывает неких затруднений. То, когда мы готовим документ в среде, допустим, LibreOffice, люди, использующие Microsoft Office, а в основном это, опять же, на сегодняшний день, к сожалению, порядка 90, может быть, и больше процентов госорганов и муниципальных органов используют именно этот программный продукт офисный, они не могут открыть корректно документ, то есть форматирование нарушается. Вот эта проблема, к сожалению, на сегодняшний день тоже стоит достаточно остро, потому что зачастую Москва требует от нас, как от исполнителей, какие-то документы в определенном формате, и формат этот прям явно указан, либо XLS, либо DOC, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Повлиять на этот фактор, к сожалению, мы тоже не можем. Вот это еще один из минусов, так сказать, даже не минусов, факторов, сдерживающих внедрение свободного ПО, вот в частности у нас. Но тем не менее, тем не менее, в общем-то, я все о плохом, о плохом, о плохом, хотелось бы сейчас остановиться не на этом. Тем не менее, у нас в области был опыт внедрения свободного ПО и был как на уровне, собственно, субъектовом, вот у нас так и на уровне муниципалитета. У нас город Калуга уже практически два года назад, внедрил распоряжением главы города Калуги, закрепил как бы законодательно использование в качестве офисного пакета пакет LibreOffice, свободно распространяемый, тем самым запретив, так сказать, в своих организациях использование коммерческого ПО, сэкономив тем самым на закупках, ну и как-то вот упорядочив межведомственное взаимодействие между ними. Это вот был первый, я считаю, удачный опыт внедрения в органах власти региона СПО. Второй опыт вот был, собственно, проведен нами, мы перевели практически целую организацию на использование свободного программного ПО на платформу Linux, правда, седьмой версии, но, тем не менее, сделали это успешно. И, в общем-то, нам удалось выполнить эту работу только благодаря специфике данной организации. То есть данная организация мало нуждалась в интеграции с внешним информационным миром, с внешними информационными системами. То есть требовалось только наличие, собственно, интернета, серфинга, интернета, доступ к корпоративной почте, почтовые ящики сотрудников обменяться, ну и тот же офисный пакет для создания документов. Вот, учитывая специфику, что не требовалось интегрировать какие-то информационные ресурсы с уже существующими информационными, созданными ресурсами внешними, удалось достаточно в короткие сроки, сжатые, нам перевести практически целую организацию на эти рельсы. То есть в итоге что хочу сказать, что вот это решение можно тиражировать, но наше решение успешное, да, можно тиражировать в случаях, если на рабочих местах либо отдельных сотрудников, либо подразделений организации, которые могут работать относительно автономно. Но полностью, вот, к сожалению, на сегодняшний день органы власти перевести на программы свободно распространяемые, но не представляется, по ряду моментов, что я обозначил, не представляется возможным. Но у меня, наверное, все, доклад закончен. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я хочу сказать, что, в общем, так сложилось, что вот мы... Алексей Владимирович... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...